В каждом из нас, с самого детства, изначально живет свое понимание Родины. Оно не от ума, не от многознания, но от того чувства, которое охватывает каждого русского человека посреди поля полного цветов или в дремучем лесу с могучими деревами вдвох охвата. Это понимание вскреет чувства, просыпается вместе со способностью любить кого-то, потребностью найти того или ту, единственную, кто для тебя как звезда на небе. Лишь бы был родной человек, лишь бы светил. Мы не сразу и не всегда встречаем его в жизни, мы всегда чувствуем, что где-то он есть. Так и с Россией, с Русью. Она и древняя, и современная нам близка. Ее нити-потоки пронизывают душу, соединяют каждое сердце в единую и мощную ткань. Мы знаем, что иногда эта ткань напрягается, и тогда где-то на просторах нашей земли происходят сдвиги. Сдвиги эти бывают как благие, так и болезненные. Одни из них, как удар молнии, раздваивают вершину древа жизни, но тянется оно вверх. Все выше, к свету, к солнцу, все глубже в землю, камни раздвигая. Так кедр растет. А ежели где ветвь надломила, где выдержал кедр, там наплыв на коре. Огромной складкой он усиливает мощь древа, и несутся под этой складкой новые соки, новые силы к цели существования. Пышнеет крона, появляются возможности невиданные. Бывают и совсем другие сдвиги, они как раны, нанесенные ударом топора. И если не залечить эти раны, худо придется всем. Мы, русские, всегда оказываемся на острие удара. Там, где трудно, ищи русского. Он там, среди потоков немыслимой силы. Он там, где нужно выстоять и победить. Он живет в этой среде. Живет и даже поет песни. Как еще объяснить, почему именно в наиболее суровые времена проявляется русский дух лучше всего, убедительнее, мощнее? Не ожесточаясь сердцем, принимаем мощь, направленную против нас и обращаем ее на пользу общую. Ненависть заменяем принятием, предательству верностью противостоим. И в то же время свято бережем то, что составляет суть нашу. То, во что верим. В доброту людей верю. Свет, присущий каждому человеку, сокрыт бывает под наносами речными. Жизни потоки не всякие приемлют, как надо, потому что не умеют еще. Но ведь научиться. Да, научиться. Тьме не все время править. Времена светлые наступают. Не все время только на деньги мерить. Пора и по совести. Не каждый раз только силы решает. Можно и согласием. Да и путь найти в мир будущего. Не наукой заморской, но сердцем узреть. Поднимайтесь, люди русские, на битву духовную. За все дорогое. За детей наших. За землю. За всю землю большую в ответе мы. За каждую мысль, каждую стройку силы. Ветерок живой. Кто кроме нас сможет всю широту объять? Кто кроме нас сможет всю тяжесть снесть? Мы не выдержим. Никто не спасется. Однако, ведомо мне другое. В мире полном тревоги Восходит звезда новая. Победу несущая. В лучах ее все проявится. Вся сила наша и слабость. Вся. Выбрать надо Между скорбью и радостью. Между любовью и нелюбовью. Силой принять. Чашу свою пронести не расплескав. Победа близка. С умеем дойти. То не мною, Иванна Стописечным, сказано. Но звезда земли нашей поет. Надежда земли. С know the name of you. Почему ееzer не brainstorm в том месте? С Galеп저Maеві. игре Mir wattüğолui. Суе машину с металом. На самом деле? ılmış 무쇠 нюанси. Шутки. Я на самом деле.